Израильские СМИ раскрыли план Трампа по созданию государства Палестина. Израильские СМИ раскрыли план Трампа по созданию государства Палестина 1 час 04 минуты. Знак авторского права. EPI Photo slash Carolyn Caster. США Дональд Трамп. Знак авторского права. EPI Photo slash Carolyn Caster. Президент США Дональд Трамп. Архивное фото Тель-Авив. 17 января РИА Новости. Ближневосточный мирный план, разрабатываемый президентом США Дональдом Трампом, предполагает создание палестинского государства на 90% западного берега реки Иордан и раздела Иерусалима, утверждает израильский телеканал Reshot 13. Автор материала, известный журналист Барак Равит, ссылается на источник, который присутствовал на закрытом брифинге неназванного американского чиновника, и одновременно цитирует представителя Белого дома, заявившего, что спекуляции в отношении содержания плана не точны. Мирный план Белого дома, который президент Дональд Трамп хочет представить в ближайшие месяцы, предполагает создание палестинского государства на примерно 90% западного берега со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима, сказано в сообщении телеканала. Палестинцы, по его данным, получат вдвое больше земель, чем контролируют сейчас, но исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями и прилегающими районами останется под израильским суверенитетом, как и западная часть города. Израильтяне смогут аннексировать крупные поселенческие блоки на западном берегу, сохранить изолированные поселения, хотя и без права их расширения, и будут должны эвакуировать так называемые незаконные поселенческие форпосты. Компенсировать потери автора плана предлагают за счет механизма территориальных обменов, говорится в материале. 15 января, 19 часов 24 минуты Палестина намерена получить полноценное членство в ООН Мирный план Трампа в том виде, в каком его обрисовал на брифинге американский чиновник, выглядит самым удобным для Израиля вариантом за последние два десятка лет, утверждает телеканал. Американцы, по его данным, ожидают отказа со стороны палестинцев, которые претендуют на весь западный берег и восточный Иерусалим, включая исторический центр города. В Вашингтоне рассчитывают на более благосклонную реакцию израильтян, несмотря на то, что руководящий страной правый лагерь отказывается делить Иерусалим и не скрывает неприятие палестинской государственности. По данным телеканала, план уже готов. Его хотели обнародовать несколько недель назад, но было решено повременить с публикацией до выборов в парламент, которые состоятся в Израиле 9 апреля. 13 января, 21 час 41 минута Хамас начал ради вещания на Израиль с помощью хизбаллах, пишут СМИ США готовят план ближневосточного урегулирования под названием «Сделка века» с начала президентского срока Дональда Трампа, однако он до сих пор не представлен. Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, они обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы. Продолжение следует...